всем привет сегодня наконец у меня дошли руки до того чтобы я снял видео об обработке разных производителей это некий обзор тест сравним разных производителей кто не знает что такое обработка можете посмотреть мои предыдущие видео ссылка будет в описании и где-то вот здесь на обзоре у нас пять разных обработок magic max 3 произведена в россии город сочи flylux произведена тоже в россии сожалению не известен город о инновационной технологии отличается он от других обработок тем что по крайней мере если читать описание что у него есть срок годности срок годности три года других обработках написано что срок годности не ограничен хай флот хай флот и конечно знаменитый америка вот например есть еще веселуха и коды что интересно это и другая обработка сделана одним и тем же предпринимателем на одном и том же заводе в одном и том же городе только в одном случае это сделано по предложению оптовой фирмы браво в этом случае кода выпустила для себя сама под своим логотипом кода так что не знаю может быть они ничем не отличаются а может быть это совсем разные обработки будем смотреть к сожалению дозатора к коде я не нашел у меня была бутылочка без дозатора мне пришлось перелить все это дело в бутылочку high float естественно предварительно ее вымал вычистил всю полностью разобрал даже немножко поработал этой обработкой чтобы внутри было все именно состав кода они какой-то либо другой там без всяких жидкостей так что поехали попробуем сначала я думаю нужно посмотреть на прозрачность этих обработок так как есть мнение что разные обработки имеют какие-то более мутные какие-то более прозрачные от эти от этих обработок получаются шары поэтому возьмем латексные шары прозрачные и попробуем обработать разными обработками так high float подпишем буковкой h тег коды это у нас будет код кто-то кстати когда обрабатывать шары выворачивает я не выворачиваю не знаю ниже смысла вы тратите так много времени на эффект не сильно отличается если вы вернетесь шар или нет так это у нас кода букв к что у нас флай люкс ну у нас конечно здесь пробник поэтому дозатор очень неудобный имеем что имеем не хотел я просто покупать большую бутылку не используя флай люкс хотя может после этого теста он покажется с лучшей стороны и я буду пользоваться ими кстати на ощупь по ощущениям он гораздо жиже чем хай флот и чем кода я считал что хай флот жидкий нет флай люкс вообще никого так напишем буковку f флай люкс конечно было бы неплохо их счет полировать ну я думаю так мы поймем у нас есть миселуха именно ей я пользуюсь в своей работе она густая на мой взгляд она быстрее засыхает поэтому шар дождь остается воздухе биселуха буквку в ну и осталось у нас magic max 3 пока из тех которые я размазываю обработки мне больше всех не понравился флай люкс все остальные вроде более менее густые м и так по поводу прозрачности наверное может быть стоит посмотреть через какое-то время хотя наверное они все будут замутненные вряд ли мы что-то определим но вот если на первый взгляд разницы я не особо вижу не могу стать на какую-нибудь сторону этих обработок все примерно одинаковые возможно этот тест был лишний перейдем к следующему тесту и так следующий этап эксперимента нашего обзора мы определим какой же из этих производителей обработок лучший как можно это определить наверное способ самый напрашиваемый чем дольше шарик будет летать в воздухе тем лучше производитель поэтому для данного эксперимента я подготовил весы для частоты этого эксперимента ювелирные где я определю какое количество обработки вливается в шарик так как дозатор у всех разное мне будет сложно на ощущение определить сколько я выдавливаю обработки поэтому будем руководствоваться весами вообще шарик без обработки весит около 3 грамм вот вот этот вот например 3 целых ровно кстати 3 от 3 до 3,2 грамма не знаю от чего это зависит там может быть чуть больше латекса и чуть больше краски начнем мы с веселухи давайте выдавливаю я примерно столько сколько обычно выдавливаю то есть с обработкой шар весит уже на 1 грамм на 1,1 грамма больше будем надувать стопроцентный гели размер контролировать будем вот например простым способом расстояние между бутылкой и и кубом подпишем буквку в веселуха отпустим еще один шарик веселухи сделаем шарик веселухи шарик веселухи режиссер еще одна веселуха дальше на очереди у нас magic макс 3 так взвесим 4 грамма нормально 1 грамм обработки буквку м напишу отпустим еще один шарик magic макс 3 знаете по ощущениям тоже он жидковат немножко magic макс 3 но не такой как файл люкс но тоже не не веселуха и не кода хотя может быть это одно и то же кто же 41 шар из impertex хорошо раздуваются практически на 14 дюймов хотя произведение заявляет что это 12 дюймовые шары например у бельгии они такого же размера 14 так это ммм да давайте еще для чистоты эксперимента сделаем 60 на 40 посмотрим сколько они уже провисят времени 4 и 1 теперь уже 60 на 40 так что у нас на очередь на очереди у нас давайте хай флот знаменитый хай флот с него я начинал работать им да он тоже жидковат сейчас мы взвесим 4 и 3 чуть больше 4 и 1 еще один шарик сделаем два шарика сто процентов гелия и один шарик 60 процентов гелия 40 воздуха чуть-чуть меньше на чуть побольше выдавить у меня немножко неудобные весы конечно маленькие они для этих шариков непредназначенные ювелирные часы вывесы так все теперь нормально 4 и 1 так размер все напишем х хай флот еще один ну и сделаем 60 на 40 хай флот хай флот так у нас хай флот был веселуха была magic был остался флай люкс и кода давайте с кода еще раз напоминаю коду я перелил вот в эту бутылочку так что здесь не хай флот здесь кода почему-то все хвалят коду я и не работал работал только с веселухой но как я вам уже говорил произведены они на одном и том же заводе одним и тем же производитель в одном и том же городе то есть кстати если кто то хочет предложить какой то еще опыт эксперимент пишите в комментариях обязательно рассмотрю так сейчас сложности небольшие все значит три шарика мы надуваем это у нас кода кода 40 и так остался у нас флай люкс самый неудобный дозатор ну что делать будем надеяться что пробник лучше лучше может быть такой же конечно состава чем не пробник обычно пробники лучше делать но очень жидкий очень самый жидкий что есть всех пришлось даже больше выдавить но посмотрим как это повлияет но посмотрим как это повлияет неудобно 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 что в флай люкс больше выдавливается как я пытаюсь так же выдавить но из-за того что он жидкий выдавливается он больше чуть-чуть на 2-3 десятых грамм так это у нас буковка флай люкс флай Тоже буквка F. Ну что, все 5 производителей я надул, осталось только подождать несколько дней для того, чтобы понять, кто победил. Итак, спустя сутки кристалл шары находились в темноте. Сначала я думал, что они все одинаковые, но потом убедился, что есть два производителя, которые совсем уже никуда не годятся для того, чтобы обрабатывать их внутри, потому что оставляют они разводы. Не знаю, как это показать на видео, но вот Magic Max 3 и Flylux, они с разводами внутри. явные разводы, неоднородная поверхность. Хотя у High Float и у Коды и у Вселухи такого нет. Ну, естественно, они немножко матовые стали, потому что я их не обрабатывал полироли, но внутри видно. У Flylux и у Magic Max 3. Не знаю, как будет видно ли на камеру. В общем, вот промежуточный итог нашего эксперимента, обзора обработок, как они себя ведут в шариках. Прошло 30 часов. Видно, что Flylux уменьшился в размере сильно. Гораздо больше, чем другие. Дальше идет High Float. Веселуха Кода и Magic Max 3 примерно одинакового размера. Будем наблюдать, смотреть, кто первый из них упадет. Шари, которые надуты не полностью гелием 100%, а только 60 и 40 имеют воздуха. Тоже ни один еще пока не спустился, не опустился. К примеру, посмотрим размер, сравним. Которые надуты полностью гелием, они чуть меньше размером. Например, допустим, вот Flylux. Видно разницу. Прошло почти 50 часов после того, как я надул шары. Видно, что они уменьшились, особенно Flylux. Вот он, самый маленький. Дальше High Float. Веселуха Кода и Magic Max 3. Примерно Magic Max 3 и Веселуха одинаковые. Остальные чуть меньше. Вот у меня еще шары тоже. На всякий случай их уже по два надо. Поэтому остались. Будем смотреть. 60 на 40 шары тоже держатся. 50. Будем посмотреть. Специально отполировал шары. Возможно, будет лучше видно, какие разводы. Вот Magic Max 3 разводы. Флайлюкс. Не знаю, как показать. У High Float тоже есть. Но незначительно, я бы сказал. У Коды Веселухи лучше. В общем, не удивительно. Но Коды Веселуха, по-моему, это одно и то же. Промежуточный итог. Прошло пять суток. Шары, которые надуты были 60 на 40. 60 процентов геля 40. Воздуха. Все почти висят. Но Флайлюкс уже практически не висит. А второй шарик тоже Флайлюкс. Он уже сутки как валяется. Так что пока остались Коды Magic Max 3. High Float и Веселуха. Шары висят уже больше десяти дней. Порядком надоели. Вчера упал на пол шар High Float. Второй шар с High Float еще держится. Все остальные шары тоже держатся. Очень сильно они уменьшились. Еле-еле летают. Скорей бы уже закончился этот тест. Ну пока если смотреть на все эти шары. Думаю что в лучшем положении вот этот шарик. Все остальные еле-еле. Вот Magic Max 3 летает. High Float еле летает. В общем остается. Скорее всего останется только Веселуха и Кода. Будем еще немножко посмотреть. Одиннадцать суток прошло. Осталось три шарика. Вчера упал шарик последний с High Float. Сейчас осталось три шара. Два Веселуха и одна Кода. Кода. Веселуха. Вот эта Веселуха еле летает. В общем думаю можно подводить итог. И так подводя итог тестирования многодневного. Напомню прошло одиннадцать суток. После того как я обработал шары. Хочу озвучить его результат. В общем пока готовился к видео у меня осталось висеть всего два шарика. Это Кода и Веселуха. Ну Кода чуть хуже. Веселуха чуть лучше. Но это уже не суть. Не играет роли. Просто сейчас озвучу результаты. Напомню. Коды. Magic Max 3. High Fly Luxe. High Float. И Веселуха у нас были. Шары я обрабатывал. Часть шаров я обработал и надул чистым гелием сто процентов. И была часть шаров которые я надул процент в соотношении 60 гелия и 40 воздуха. Как значит они себя повели. Обработка и шары в том числе. То есть через двое суток после того как я обработал. High Float шар 60 на 40 упал. Через трое суток упал Fly Luxe. Тоже 60 на 40. Через четверо суток Magic Max 3. 60 на 40 упал. Через пять суток упал Fly Luxe. Уже надутый сто процентов гелия. Через шесть суток упала Веселуха. Которая надута 60 на 40. И через семь суток упала Кода. Которая тоже надута была 60 на 40. То есть если взять из расчета что 60 гелия и 40 воздуха мы надували шары. То соответственно тут у нас победитель Кода. Если мы берем из сто процентов соотношение гелия. Это значит первым упал у нас Fly Luxe. Дальше у нас упал через восемь суток Magic Max 3. После этого у нас упал High Float. И осталось у нас висеть сейчас только Веселуха и Кода. Прошло 11 суток. Но так как я и говорил раньше. Веселуха и Кода это один и тот же производитель. Поэтому я и остановился на том что у нас висят два шарика. И не важно Веселуха это или Кода. По мне они одинаковые. Судя по описанию тоже. Так что вот такой результат получился. Делайте выводы. Пока.